Продолжение следует... Убедились в том, что на котел подается газ в достаточном давлении, подключили котел к электросети. Обратите внимание, что при подключении котла к электросети, именно этой модели, электронная плата управления сразу становится под напряжение. На дисплее появляется индикатор внимания, но котел еще не готов. Для того, чтобы его включить, необходимо нажать кнопку на передней панели. Помимо этого, на котле имеется магнитная наклейка, которая служит памяткой, позволяющей напомнить, как можно изменить температуру отопления, как можно изменить температуру горячей воды, как перевести котел в летний режим. Я могу это показать вживую на панели управления. При включении котла на 2 секунды зажигается дисплей, и котел проводит в эти 2 секунды самодиагностику. Убеждается, что все датчики находятся в подключенном состоянии, и после этого переходит в режим блокировки. На дисплее отображается текущая температура системы отопления и код 11, который говорит, что на котле необходимо адаптировать скорость вращения вентилятора согласно длине дымохода, к которому он подключен. Для того, чтобы это выполнить, необходимо зайти на сервисный уровень. Вход на сервисный уровень осуществляется одновременным нажатием и удержанием трех клавиш. Плюс, минус и клавиша назад. На дисплее появляется индикация «Гаечный ключ в рамке», уровень сервиса L1. У этого котла три сервисных уровня. Нам необходимо задать скорость вращения вентилятора согласно таблице, которая идет в инструкции котла. Код изменения скорости находится на втором сервисном уровне. Кнопка «Плюс». Выходим на второй уровень, подтверждаем вход на него. И теперь, игнорируя остальные параметры, в первую очередь устанавливаем скорость вращения вентилятора параметр 2.bd. На дисплее нужный адрес. Подтверждаем вход. И видим значение 0. Вентилятор заблокирован. Опираясь на данные инструкции, мы выбираем нужную скорость вращения. Определяя мощность котла 24 кВт и учитывая то, что у нас применена коаксиальная система дымоудаления с длиной дымохода не более 2 метров, программа 2. Работает котел на природном газе. Выбираем нужную скорость вращения и подтверждаем это значение. Обратите внимание, что просто подтверждение не дает запоминания. Необходимо нажать кнопку ОК и держать ее до тех пор, пока на дисплее не появятся квадратные скобки. После этого котел готов к работе. Теперь мы пройдемся по всем остальным параметрам сервисных уровней, начиная с первого уровня. Выходим на первый уровень. Если я вышел сейчас полностью, и поскольку у меня на дисплее горит значок лета, котел не активирует режим отопления. Если я начну поднимать температуру отопления выше 40 градусов, то котел активируется и начнет работать. Мне пока это не нужно, поэтому я заново захожу на сервисный уровень. L1. Подтверждаем. Уровень начинается с параметра 1, 2, C. Этот параметр отвечает за проведение удаления воздуха из системы отопления из самого котла. Заходим, 0, параметр деактивирован, выбираем значение 1, подтверждаем его до появления квадратных скобок. И теперь котел выполняет функцию воздухоудаления. Он запускает периодически циркуляционный насос и управляет трехходовым клапаном, переключающим поток теплоносителя в течение 4 минут, удаляя воздух из системы отопления и из внутренних полостей котла. Если эта функция мне не нужна, я ее могу деактивировать вручную, либо через 4 минуты она отменится самостоятельно. Деактивируем. И переходим к следующему параметру 2, F. Этот параметр отвечает за настройку давления газа на горелке. Очень часто монтажники делают ошибку, устанавливая только скорость вращения вентилятора. Это не означает, что котел настроен. Обязательно после установки скорости вращения вентилятора необходимо поставить параметр по давлению газа. 1, 2, F. Заходим. Имеет 4 значения. 0. Нормальная работа котла. 2. Работа котла в постоянном режиме на максимальной мощности, предназначенной для режима отопления. Режим 3. Минимальная мощность котла. И режим 4. Максимальная мощность котла. Выбираем режим 4. Подтверждаем его значение. Котел запускает вентилятор дымоудаления. Запускает розжиг. И начинает работать на максимальной мощности. На полной мощности котла. После настройки параметра по максимальной мощности, выбираем значение 3. И настраиваем котел по минимальной мощности. Точно так же необходимо подтвердить. Котел снижает мощность до минимальной. Мы проводим настройку на газовом клапане. Если в течение 15 минут ничего больше не делать с котлом, котел автоматически вернется в нормальный режим. Но поскольку у нас время дорого, нам необходимо проводить дальнейшую настройку котла. Мы возвращаем котел в нормальное состояние. Еще раз подтверждаем. Сбрасываем на 0 параметр. И запоминаем это значение. Обратите внимание, что у меня котел находился в летнем режиме. Параметр 2F игнорирует отсутствие запроса на отопление. И в любом случае запустит котел на отопительный режим. Для того, чтобы можно было выполнить настройку. Следующий параметр. 3B. По умолчанию каждый цикл отопления после отключения горелки и достижения заданной температуры и отключения горелки блокируется на 3 минуты. Параметром 3B можно увеличить или уменьшить время этой блокировки. Это может потребоваться в том случае, если мощность котла избыточна. Чтобы котел не включался часто. По умолчанию параметр 3B установлен на 3 минуты. Можно изменить это значение от 1 минуты или увеличить его до 10 минут. В этом случае каждый цикл отопления после достижения заданной температуры будет прерываться на 10 минут. На приготовление горячей воды этот параметр не завязан. Если говорить о минимальных стартовых настройках, то на котле после проведения предпусковых операций необходимо выполнить минимум 2 настройки. Настройка скорости вращения вентилятора без этого параметра котел вообще не пойдет. И второй параметр это настройка газовой арматуры 1, 2F. Остальные параметры влияют на тонкую настройку котла, на адаптацию его к той системе, на которой он установлен. Следующий параметр 3C определяет разницу температур между выключением и включением котла на режим отопления. По умолчанию после достижения заданной температуры котел будет ждать, пока датчик температуры системы отопления не остынет на 5 градусов. Только после этого он заново запустится на цикл отопления. Этот параметр можно убавить до 0. То есть в этом случае будет идти только задержка по времени. Либо увеличить до 10 минут и тогда будет выполняться одновременно оба условия. Задержка 10 минут и второе условие падение температуры, как у меня сейчас на экране, на 10 градусов. Оба параметра должны быть выполнены. Если выполнен только один из этих параметров, котел будет продолжать простаивать. Эти параметры позволяют обеспечить более экономичный режим работы котла, увеличить время паузы при отсутствии комнатного термостата. Если на системе установлен комнатный термостат, этот параметр не влияет. Котел определяет границу включения только по падению комнатной температуры. Следующий параметр 1.3F отвечает за комфортность котла в режиме приготовления горячей воды. При каждом открытии крана горячей воды котел выполняет небольшую задержку. Должно пройти до 5 секунд, пока пройдет переключение трехходового клапана с режима отопления в режим приготовления горячей воды. Определение количества воды. И только после этого осуществляется розжиг. Соответственно, после закрытия крана горячей воды, большинство других моделей сделают обратный переход на отопление. А теперь представьте ситуацию, что буквально через 30 секунд кран будет открыт повторно. Значит, котел будет делать много лишних операций. Параметр 3F обеспечивает блокировку перехода из режима горячая вода в режим отопления в течение определенного времени. По умолчанию это время установлено на 1 минуту. При необходимости время можно увеличить до 10 минут, но при этом следует помнить, что если в течение 10 минут будет открыт кран горячей воды, то опять пойдет отчет вот этого периода. Поэтому, может быть, и не стоит использовать этот параметр на глубокие настройки. Можно оставить его на значениях по умолчанию. В любом случае, это выбор наладчика. Определяя степень комфортности, общаясь с заказчиком, он выбирает то, что ему необходимо. Параметр 6А позволяет вам посмотреть на котле последнюю возникавшую ошибку с момента вашего визита, либо с момента последней блокировки. На данный момент у меня висит ошибка CE, которая говорит о том, что на котле во время включения отсутствовало давление теплоносителя. Сейчас эта проблема устранена, котел подключен, заполнен. Но ошибка висит, то есть у котла была остановка именно по проблеме отсутствия давления. Следующий параметр 6Д позволяет в режиме реального времени посмотреть монтажнику или наладчику, сколько воды проходит через датчик протока. На основании этой информации можно судить о корректном или некорректном поведении котла в режиме приготовления горячей воды. Минимальный проток через котел, при котором котел запускает режим горячей воды, 2,5 литра воды в минуту. При меньших значениях никакого нагрева происходить не будет. Если давление воды и объем проходящей воды будет больше 13 литров воды в минуту, то даже при правильной настройке газового клапана котел не сможет достичь заданной температуры горячей воды. Поэтому эта информация нам с вами очень важна. Параметр 6Д может пригодиться еще в одном случае. Мы пока пропустим параметр 7А, перейдем сразу на параметр 7С. Для того, чтобы объяснить назначение параметра 7С, можно сделать это на живом примере. Представьте себе, что у заказчика есть несколько кранов неплотно прикрытых. Есть небольшая утечка. 2-3 точки суммарно дают проток в районе 2,5 литров. При этом котел, исполняя обязанности приоритета по горячему водоснабжению, начинает греть эту утечку. Начинает греть этот объем 2,5 литра воды в минуту и отопление будет остановлено. Как с этим побороться? Можно, конечно, устранять утечки. Но нам нужно добиться устранения сейчас быстро. Поэтому параметр 7С позволяет установить новый уровень чувствительности. Если мы его повышаем, к примеру, до 3 литров воды в минуту, то до тех пор, пока 6D не покажет вам 3 литра, котел в режим приготовления горячей воды не включится. Устанавливаем новое значение, запоминаем его. Установлен новый порог включения приготовления горячей воды. Мы пропустили параметр 7А. Он не несет большой нагрузки. Этот параметр отвечает за постоянную активацию подсветки дисплея. Если ничего не выполнять, не выполнять никаких действий, никаких манипуляций с панелью управления, то через 20 секунд подсветка погаснет. В обычном пользовательском режиме. Если я изменю параметр 7А на значение 1, то теперь подсветка будет гореть постоянно во всем процессе работы. Это были параметры первого сервисного уровня.